В Северном Казахстане в послевоенное время на страже правопорядка стояли более 770 фронтовиков. На сегодня в нашей области в живых остался только один – Григорий Красильников. Ветерану 21 декабря исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем его поздравили представители областного департамента полиции. Смотрим сюжет. Григория Красильникова призвали в армию в 1940 году из Северловской области. Служил он в стрелковом полку на Дальнем Востоке в учебной роте, где готовили командиров запаса. В конце апреля 43-го вместе со служивцами Григорий Иванович прибыл в Москву. Воевал в пехоте. В боях на территории Восточной Польши получил тяжелые ранения. Потому победу ветерану Великой Отечественной войны пришлось встретить в госпитале. Домой он вернулся только спустя 8 месяцев. 72 года, как я уже в Казахстане живу. В 48-50-й год я в Северловске закончил. В Северловскую офицерскую школу МВД СССР. Там их было в то время две. В Харькове была и в Северловске. По распределению попал в Североказахстанскую область. Четверть века Григорий Иванович прослужил на оперативных должностях в уголовно-исполнительной системе. Колония, которую он возглавлял, была занята на целинном строительстве. На пенсию вышел в 48 лет. Сейчас много лет находясь на заслуженном отдыхе, ветеран продолжает читать газеты. Художественную литературу слушает музыку. Гордиться тем, что в наших рядах находитесь вы, участник Великой Отечественной войны, солдат Победы, послевоенные годы, многие годы отдавший борьбе с преступностью. В департаменте полиции фронтовику пожелали крепкого здоровья и семейного благополучия. Выразили уважение, отметив, что жизненный путь ветерана и служба в органах внутренних дел являются примером для всех сотрудников. Жанель Бесимбаева при содействии пресс-службы областного департамента полиции.